Привет, меня зовут Николай, я один из создателей проекта «Читай быстро», в рамках которого мы стараемся понять, что же такое быстрое и осознанное чтение. Иногда мне в руки попадаются книги, которые оставляют неизгладимый след и которыми хочется поделиться как можно с большим количеством людей, то есть со всеми вами. Так и родился этот формат «10 фактов, 3 задачи из интересной книги». Сегодня у нас в гостях Уолтер Айзексон, книга Стив Джобс. Сначала про Уолтера. Это профессиональный журналист, биограф, он был главным редактором журнала Time, он был главным редактором телекомпании CNN и его ключевая компетенция это биографии. Он писал биографию Киссингера, писал биографию Франклина, Эйнштейна и писал биографию Стива Джобса при участии самого Джобса. Это, кстати, единственная биография Джобса, в создании которой текст, в создании текста, который принимал участие сам Стив. В основе книги около 40 интервью с Джобсом, с друзьями, с родственниками, врагами, соперниками, коллегами. Все то, что Уолтеру удалось наработать за два года. К сожалению, книга появилась на свет уже после смерти Стива, и поэтому она была единственной биографией, написанной при его участии. К Джобсу можно относиться по-разному. Кто-то видит в нем гения, кто-то видит в нем плохого отца, предателя, абсолютного фрик-контрола, странного очень чудака. Но, как бы вы ни относились к самому Стиву, книгу стоит прочесть, потому что она написана не как стандартная биография, восхваляющая человека, а как очень интересная история, позволяющая взглянуть на вещи и события, достаточно неоднозначные, с разных сторон. Это третий, кстати, заключительный обзор, без вина. Если вдруг вы знаете, понимаете, о чем я говорю, уже со следующего обзора снова на старте появится приятный звук и легкие нотки цитруса. Сегодня же сосредоточимся просто на книге и на Стиве Джобсе. Стив Джобс никогда, по его собственному мнению, не добился бы такой известности и популярности для своих продуктов, если бы делал их посредственно. Он создал технологическое чудо, которое сочетает в себе психологию, программирование, искусственный интеллект, визуальную привлекательность и при этом простоту и доступность. Именно поэтому, мне кажется, что это было одним из основных вообще тезисов всей жизни Стива Джобса о том, что продукт – это все, а все остальное – это все остальное. Известны большое количество историй, когда он там самолично вырисовывал первые иконки для айфона. Он следил за тем, из какого пластика будет сделан тот или иной корпус, насколько это тактильно будет круто. Ну, то есть, 99,9% усилий на то, чтобы продукт был превосходным. Все остальное вторично, при том, что Стив Джобс отмечается многими современниками, экспертами, и мы об этом будем говорить еще в следующих слайдах, как хороший продавец. И вот, как правило, продавцы, они больше внимания уделяют коммуникациям, а меньше внимания уделяют продукту. Стив Джобс в этом плане был очень нестандартный, отличный продавец. Он в первую очередь уделял продукту и считал, что хороший продукт сможет коммуницировать вместо него самостоятельно. И мне кажется, отчасти он был в этом прав. В данную конкретную секунду вы не знаете, чего вы хотите. Вот еще секунду назад вы, возможно, не хотели вкусного шоколадного торта, который предлагает торта, извините, который предлагает этот мальчуган развеселый. А сейчас, может быть, уже и захотели. А еще через секунду вам захочется кофе или бокальчик вина. Вот Стив Джобс в этом плане обладал удивительным талантом, поскольку он мог продать товар человеку, такой товар, о существовании которого вы секунду назад еще не догадывались и точно уж не осознавали, что этот продукт вам нужен. Все разработки, которые так или иначе внедрялись в Джобс, начиная от первых персональных компьютеров, заканчивая цифровыми проигрывателями музыки, айфонами, макбуками и всем остальным. Это постоянно, то есть каждый раз какая-то революция и новая точка отсчета. Еще минуту назад вы не знали о том, что телефон может быть полностью сенсорным и включать в себя 250 разных приложений и стать вообще, по сути, персональным компьютером. А уже сегодня вы очень хотите его. Еще минуту назад вы не знали о существовании айпэда, а уже сейчас вы, во что бы то ни стало, хотите заработать там условных 500-900 долларов, чтобы захотеть это все приобрести с неистовой силой. И в этом Стиву Джобсу в том числе помогал тезис не только про превосходный продукт, но и про упаковку для его сокровища. Мы говорили о том, что Стив был, и об этом много говорится в книге, он был фрик-контролом, он очень педантично следил за всякими нюансами, которые нам могут показаться неважными. Ну, например, если кто-то из вас хотя бы один раз распаковывал продукцию компании Apple, то вы наверняка согласитесь с тем, что это отдельный вид искусства. То, как упакована эта продукция и то, какого качества материалы. Один мой знакомый, какого качества материал используется в упаковке. Один мой знакомый недавно говорил о том, что его поразило отсутствие запаха вот этой вот новой техники, там неприятных проводов, резины и всего остального, чем так сильно гордится, ну, не гордится, а чем славится вся китайская техника. Даже вот какой-то особый запах приятный, пропитанный вот этот, упаковка пропитана этим приятным запахом, которое просто не оставляет у вас никаких шансов на то, чтобы не влюбиться. И Стив Джобс очень четко говорил, что он продает в момент распаковки не товар, а эмоции, которые связывают тебя, конкретного человека, с этим продуктом. Именно поэтому Apple до сих пор приятно распаковывать, приятно дотрагиваться до нее, хочется использовать постоянно. Вот тактильно очень, очень это крутая штука. И то количество людей, которые попробовали пробовав технику Apple, несмотря на ее дороговизну, остаются приверженцами этого бренда, говорит о том, что Джобс был прав в части того, что и упаковка должна быть превосходная, и сам продукт должен быть таким же. Насколько идеальным бы ни казался продукт, его все равно в какой-то момент нужно будет совершенствовать с учетом изменившихся условий. В мире все меняется, и поэтому важно учитывать сразу несколько вариантов развития событий, при этом важно выбирать, куда вкладывать ресурсы. Возможно, вам придется рисковать и вкладываться инвестициями в новейшие технологии, которые вы не можете еще вот как бы даже осознать. В этом и есть революция, и есть весь гений Стива Джобса в том, что он предвидел развитие на шаг вперед и заставлял людей влюбляться в продукт, который еще сегодня вот не был никому неизвестен. Может, я говорил уже об этом, но вот я бы хотел, чтобы вы этот тезис осознали. Это с одной стороны, то есть беспроводные наушники, да, у которых сейчас каждый второй ходит, и все говорят о том, насколько они удобные, и какие они крутые, и вообще жизни себе без них не представляют. Ну, еще год назад, там, два года назад вы вообще не думали о такой технологии, а вот уже, правда, после смерти Джобса, но я уверен, что все те заветы, которые он оставил, они были воплощены как раз в этом продукте. Вот нужно постоянное совершенство. Это с одной стороны. А с другой стороны постоянное совершенствование и этот тезис, он важен вот еще почему. эксперты отмечают, что мы живем в мире постоянной беты. То есть сейчас вообще никто не задумывается над тем, чтобы выпустить полностью рабочий идеальный продукт, а все как можно быстрее делают релизы. Вот посмотрите там на инстаграм, на фейсбук, у них каждые две недели выкатываются какие-то обновления, добавляется функционал, и это все режим тестирования, режим беты, нужно делать быстрее, нужно больше, 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 больше на выхолощивание продукта, на приведение его в идеальное состояние времени нет. Так вот у Джобса всегда на это было время. У них нет проблемы отменить выпуск там беспроводной зарядки или отложить выпуск часов только потому, что какой-то один из параметров не отвечает критерию идеального продукта. Они доводят до совершенства юзер экспириенс, то есть взаимодействие с продуктом, они доводят до совершенства визуальную составляющую, то как будет выглядеть продукт. Ну, конечно же, доводят до совершенства упаковку, это самая легкая, наверное, и только потом продукт появляется на рынке. То есть постоянное совершенствование и постоянное совершенство должны стать основополагающим в том продукте или услуге, которые вы продаете или выпускаете, и не всегда это будет легко. Через тернии к звездам то, что видим мы как потребители и чем восхищаемся мы как потребители продукции Apple доставило немало негативных эмоций людям, которые находились внутри в момент создания этих продуктов. Многие интервьюеры в книге про Стива Джобса отмечают то, что Джобс как работодатель был абсолютно невыносимый. У него была харизма, он умел увлекать людей во всех компаниях, где он работал, там и в Пиксаре и в Эппле он легко как бы нравился людям в первый момент, потому что у него была удивительная интуиция, он был настоящим визионером, мог предсказывать будущее, но все отмечают его отрицательные черты. Абсолютное большинство сотрудников называли его манипулятором и деспотом. Коллеги его боялись, считали, что у него вспыльчивый характер, что он очень придирчив, не сносен, как мы бы сейчас сказали. Ну и это все распространялось не только на людей, с которыми он работает, но и на всех окружающих. По-моему, это не в этой книге, но у меня всплывает просто в памяти. Я читал про такой факт, что когда ему поставили этот страшный диагноз с его болезнью, и его везли на одну из первых операций, он очень долго не хотел надевать маску для наркоза, потому что она была отвратительного дизайна, она не нравилась ему по тактильным ощущениям, он требовал принести ему другую маску для наркоза, потому что к этой он не хочет прикасаться, она ужасная. То есть, вот в этом был весь Стив Джобс до самого последнего своего дня в слепом следовании и вере в то, что он считал важным, и он ни на секунду вообще не допускал никаких компромиссов, и не видел никого вокруг, мог переть как ледоколы, куча поломанных эмоционально судеб и всех людей оставались по по разной стороны, но тем не менее он достигал результата. При этом он являлся представителем достаточно технологичного мира, но не приветствовал вот эти вот обсуждения, которые сейчас очень со слэком там заполонили пространство в небольших компаниях, лишенные жизни, как он их назвал, обсуждения в виртуальных чатах. Я вынес это в отдельный факт, потому что считаю это важным и считаю важным ноосферу. Стив Джобс говорил о том, что идеи рождаются во время оживленных споров и во время обсуждений глаза в глаза. Он не выносил, когда тупиковые обсуждения переносились на завтра, всячески подстегивал участников спора к продолжению дискуссии, провоцировал эмоциональные все состояния, и в первую очередь был приверженцем того, что команда должна быть собрана в одной комнате и видеть друг друга, и спорить, и только так может родиться какая-то истина. Обсуждение это вершина коллегиальной работы, по его мнению, и задача хорошего руководителя сделать так, чтобы результатом этого обсуждения стали какие-то конкретные цели и задачи, и так, чтобы команда в процессе обсуждения приложила максимум усилий, подключилась к вот той самой ноу-сфере, чтобы вынести максимально в общем крутое решение сделать, выжать из этих людей максимум через их не виртуальное общение, достаточно эмоциональное и живое. ошибочно полагать, что маркетинг компании Apple это были только преимущества товара, какие-то ну, то есть рациональные, рациональные преимущества товаров. Философия Apple это стиль жизни, поэтому поэтому так доводили до превосходства состояния продукта и поэтому здесь большую роль играла психология потребителя, внимание к его желаниям, внимание к его эмоциям и неизгладимое первое впечатление. Вот еще раз Jobs, на удивление он все-таки был больше маркетолог и продавец и через превосходный продукт, не через коммуникации он продавал образ мышления вместе с продукциями. Почему это происходило через, почему я говорю о том, что это происходило не через коммуникации, потому что все, по крайней мере многие наверное из вас еще помнят вот эти самые фирменные презентации Jobs. То есть во-первых он не признавал презентации сухие со слайдами как те, что вы видите например сейчас. Он из каждой презентации делал в общем-то какое-то полу-театральное действие, но все все эмоции этого театрального действия все то напряжение затаивание дыхания аплодисменты и восторг все крутилось вокруг продукта не вокруг того как круто провели презентацию или как красиво он одет или как она оформлена все помнят эту черную водолазку джинсы неизменные на всех абсолютно презентациях чтобы ничего не отвлекало вас от того как выглядит продукт и все что все что ему нужно было сделать это какие-то фразы триггеры и умение держать внимание все все остальное на тот момент к моменту презентации уже было сделано за счет продукта то есть если кто-то вам говорит о том что он поможет оформить например сделать там фирменную презентацию в стиле джобса есть очень часто такие такой запрос на фриланс ресурсах то вы должны понимать что фирменная презентация джобса это не черная водолазка и не темный фон там у вас за спиной и видео вместо слайда фирменная презентация джобса это в первую очередь превосходный продукт мотивации стимулы эмоционально очень такой тяжелый момент если вы не слышали речь джобса перед выпускниками одного из колледжей то по моему это гарвард обязательно введите в ютубе речь стима джобса и посмотрите ее он говорит о мотивациях и стимула даже зная о том в тот момент что его болезнь уже неизлечима он не доживает эти годы он придумывает что-то новое он говорит о том что создает товары и продукты которыми сам хочет пользоваться с удовольствием и которые останутся после него он отрицал возможность того что после его смерти все упоминания о нем должны исчезнуть поэтому единственная его задача на этот период было то чтобы оставить достойное наследие которое будет продолжать менять жизни людей или делать их лучше и после того как его не станет с точки зрения стимула для активной работы наверное очень круто ну это такая вещь эмоциональная про нее в режиме 10 фактов трех задач не особо хочется говорить вы или дойдете до этого момента в самой книге или вот я очень рекомендую посмотрите речь Стива Джобса перед выпускниками она действительно очень круто очень крутая ну и финальный в общем-то один из фактов который я уже десятым записал это буддизм новаторство и медитация три основных кита на которых последние годы строил свою жизнь Стив Джобс он исповедовал дзен-буддизм еще задолго до этого часто медитировал очень много и в фильме про Стива Джобса и в других биографиях говорится про его опыты с наркотиками галлюциногенами и что в общем-то возможно некоторые продукты их визуальные визуальные составляющие стало результатом этих опытов очень кстати отмечается в начале еще книги по-моему отмечается то что Стив Джобс занимался в кружке каллиграфии он большое внимание уделял красоте шрифтов и это потом нашло свое воплощение в продуктах компании Apple и стало тем что в первую очередь выгодно выделяло на фоне Microsoft компания Apple и Джобс говорил о том что никогда не знаешь что тебе в жизни действительно понадобится и принесет успех или пользу то есть вот такие детские занятия каллиграфии вылились в то что все продукты компании Apple обладали превосходной шрифтовыми решениями что так выделяло хорошо и сильно компанию ну в общем наверное вы согласитесь с тем что Джобсу было нелегко быть новатором в мире где мы не все любим изменения нужно действовать настойчиво и вот насколько вы должны быть уверены в том продукте который меняет вашу жизнь насколько вы должны быть уверены в качестве этого продукта чтобы продавать его миллионам миллионам людей и для этого Стив много путешествовал до последней минуты оставался любознательным то есть он не переставал развиваться до самого последнего удара сердца такая история про Стива Джобса она получилась возможно немножко скомканной потому что для меня это достаточно эмоциональная история история про то как один человек может изменить мир история про нашего с вами человека который проживал с нами в одном времени человека не лишенного каких-то в общем-то недостатков но при этом настоящего визионера три задачи после такой книги в общем-то задачи выписывать особо и не хочется хочется отложить книгу немножко подумать перезагрузиться подышать или отправиться в путешествие но тем не менее да да задачи я записываю в букнот блокнот для осознанного чтения куда можно записывать факты отдельно структурировать задачи и читать вот если на фотографии третий слева присмотреться то можно внизу страницы букнота увидеть советы по скорочтению на каждой странице они разные значит первая задача эра маркетинга основанного на продаже и коммуникациях прошла эра маркетинга основанного на продукте и эмоциях наступает это нужно понимать каждый день и 80% маркетингового бюджета нужно тратить на проектирование превосходного продукта тактильно превосходного и самое главное визуально превосходного не всегда превосходный качественный мы помним про вот это состояние постоянной беты возможно вы попадете как раз в него и будете все время все время улучшать но всегда превосходный продукт это красивый продукт особенно в эру инстаграма вторая задача это внимание к мелочам и деталям чуть спокойнее темп чуть больше проработка деталей это позволит найти ответы на вопросы из первой задачи про превосходный продукт мы сейчас все включились в какую-то сумасшедшую гонку все хотят быстрее и быстрее миллион за три месяца мне кажется это перестало работать и нужно сместить фокус на проработку деталей и задача 3 нужно перестать нанимать людей которым говоришь что нужно им делать пора нанимать людей которые мне скажут что мне делать один из наиболее часто упоминаемых постулатов стива джобса как руководителя это сложно эмоционально нанять человека который тебе за твои же деньги будет еще учить что тебе надо делать и но тем не менее это наверное единственно правильный путь если вы хотите развиваться чуточку быстрее таким был стив джобс таким я его себе запомнил одна из немногих книг которую я горячо рекомендую несмотря на отсутствующую там особо практическую ценность но с точки зрения философии и переворачивания мысли в вашей голове она оставит неизгладимый след проект читай быстро буква .info про быстрое беглое и осмысленное чтение проверить скорость чтения можно на буква .info слышь rapid получить текст прочитать его ответить на вопросы по тексту и получить сертификат а также советы по улучшению вашей текущей скорости про блокнот для осознанного чтения про рабочие тетради про смарт конспекты про вот это все можно почитать у нас на сайте буква .info slash blog канал подписка колокольчик лайк комментарий все то зачем вы приходите на youtube и instagram буква .info где если подписаться и следить за нами можно попасть на какой-нибудь розыгрыш книги или букнота или еще какой-нибудь полезности все кофе закончился 3 обзора которые я хотел вам записать и показать тоже закончились впереди осень и новый бизнес сезон не переключайтесь будет не то чтобы весело но интересно будет точно читайте книги слушайтесь маму пока